Привет, я Даша Тарасова и это программа «В фокусе». Я отбираю самые интересные и полезные публикации об Азербайджане в российских и зарубежных СМИ. Вот о чем я расскажу сегодня. Застряли в коридоре, Ереван выдвигает новые условия для сухопутного маршрута из Азербайджана Нахичевань. Побеждали даже Францию, как бывший член сборной России популяризирует фехтование в Азербайджане. Нестандартный взгляд, почему шоумен и тревел-блогер Тимур Родригес привез своего попутчика в Баку. Мировая пресса продолжает освещать урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Евразия.нет пишет, что после, казалось бы, прорывного совместного заявления между Баку и Ереваном снова нет консенсуса. Стороны расходятся во мнениях относительно того, кто должен быть посредником в переговорах. Ереван выступает против посредничества Москвы, а Баку в последние месяцы отказался от переговоров, инициированных ЕС или США. В декабре двум странам удалось выступить с совместным заявлением и договориться об обмене пленными, но четкого плана продолжения двусторонних переговоров у них нет. У стран разные позиции по поводу разблокирования транспортных коммуникаций. Согласно трехстороннему соглашению от 9 ноября 2020 года, маршрут, соединяющий материковый Азербайджан с Нахичеванью, должен контролироваться российскими пограничными войсками. Но в Ереване решили отказаться от своих обязательств и предложили другой вариант. В октябре прошлого года премьер-министр Армении представил инициативу под названием «Перекресток мира», направленную на региональное сотрудничество. Это предложение включает в себя связь между материковым Азербайджаном и Нахичеванью с армянской границей и таможенным контролем. Президент Азербайджана настаивает на соблюдении пункта соглашения, которое скреплено подписями Путина, Алиева и Пашиняна. Если этот маршрут не будет открыт, Армения останется в вечном тупике. Мы больше нигде не откроем нашу границу с Арменией. Так они принесут себе больше вреда, чем пользы. Также автор статьи напомнил, что еще более сложная ситуация с определением границы между государствами. Поэтому в этом году тема армяно-азербайджанского урегулирования вряд ли уйдет с радаров мировых СМИ. Комитет азербайджанского парламента призвал правительство республики жестко отреагировать на широко растущую провокационную деятельность французских властей против Азербайджана. Об этом пишет Каспиан Ньюс. Антиазербайджанская позиция отражается в расовых азербайджанофобских и исламофобских призывах политических кругов страны, включая Сенат и Национальное собрание. Члены комитета также обвиняют Францию в том, что она на протяжении многолетнего армяно-азербайджанского конфликта, будучи посредником, занимала однобоковую позицию в пользу Армении, чем явно не приближала мир на Южном Кавказе. Члены комитета в конечном итоге призывают правительство Азербайджана ввести жесткие санкции против Франции. Приостановить все экономические отношения, вывести из Азербайджана все французские компании, включая Total Energies, не допустить участия французских компаний в проектах, реализуемых по запросу азербайджанского государства, а также предпринять шаги по признанию независимости Канаки, Новая Каледония, Маохи-Нуи, французская Полинезия и Корсики. Такой призыв от комитета Мили Меджлиса к правительству был сделан после того, как парламент Франции практически единогласно призвал страны Евросоюза ввести санкции против Азербайджана. Российский спортивный портал «Спорт-24» опубликовал интервью с бывшим членом сборной России по фехтованию, ныне лидером азербайджанской команды Анной Баштой. До 2019 года саблистка Анна поступала за сборную России. Она выиграла универсиаду, стала второй на чемпионате Европы, но все равно оставалась в тени более звездных партнеров по команде. Анна Башта приняла решение сменить спортивное гражданство, чтобы дать своей карьере второй шанс. Выбор пал на Азербайджан. Спустя несколько лет после перехода ясно – фехтовальщица не ошиблась. В новой команде Башта не только стала лидером, но и выиграла чемпионат Европы, заняла второе место на чемпионате мира и съездила на Олимпиаду. Спортсменка признает, что в Азербайджане спорт номер один – это борьба, но болельщики с интересом присматриваются и к фехтованию. Несмотря на то, что фехтовальщики открывают свое лицо только по окончанию схватки, ее узнают на улицах Баку. Меня узнают дети на улицах. Это очень круто. Фехтование стало очень популярным у девчонок. Сейчас на чемпионате Азербайджана было много участниц. Я понимаю, что я их мотивирую, как какой-то кумир. Маленькие дети мне говорили, что я их кумир. Подумала, боже мой, как это круто. То есть больше, наверное, среди детей меня узнают. Главная мечта Анны – поехать на Олимпийские игры в Париж. Но для этого еще надо завоевать лицензию. Отбор очень сложный. Не так, что это какие-то одни соревнования тебе дают лицензию. Тяжело эмоционально. Ставка высокая. Если я после Олимпиады собираюсь продолжать свою карьеру, то большая часть команды собирается ее заканчивать. Для девчонок это крайне важно. Мы хотим осуществить эту мечту вместе. За несколько лет женская сборная Азербайджана по фехтованию превратилась в грозную силу. Анна Башта, Сабина Керимова, Полина Каспиарович и Валерия Большакова способны бороться на равных с элитой мирового фехтования. Мы побеждали Францию. Еще очень много команд. Это те сборные, которые всю жизнь были в топ-4. Считается, что они элита. А мы стали бороться на их уровне. Анна рассказывает, что до того, как перебралась в Азербайджан, никогда не ела баранину. А теперь жизни без нее не представляет. Мы с девчонками, даже если заезжаем на день в Баку, обязательно бежим в один ресторан, чтобы поесть. Я до Азербайджана не ела баранину никогда и думала, зачем мне это. Когда приехала, мне начали предлагать. Я говорила, я не ем. Что вы мне предлагаете? Сейчас это моя любимая еда. Спортсменка уверена, что ей было бы сложно адаптироваться, если бы ей в Азербайджане не нравилось. Но все сложилось наоборот. Анна в восторге от Баку и местных доброжелательных жителей города. Еще в Азербайджане просто весело. Там веселые люди, есть где погулять. Мне, кстати, очень важно, что есть место для прогулок. Я очень люблю слышать город, чувствовать его. Я очень люблю воду, всегда гуляю где-то около нее в Баку. Мне с этим повезло. Там нереально красивая набережная. Я всегда мечтала жить на море в детстве. Вот моя мечта и осуществилась. Это мое любимое место. Я могу проходить до 10 километров и думать о чем-то медитировать. Меня это наполняет. Телеведущий, певец и шоумен Тимур Родригес запустил свое тревел-шоу «Попутчик», где он берет в попутчики совершенно простых людей. Будь то домохозяйка из Самары или слесарь из Владивостока, любой может стать настоящим ведущим. С незнакомого номера звонить, блин, по видео. По видео, да? Я думал, я думал, это банк. А, это не банк. Хотя меня можно называть банком удовольствий, потому что я их щедро раздаю и не беру за это ничего. Понимаете? В одном из последних выпусков Родригес вместе с попутчиком Вячеславом отправился в Баку. Ассаламу алейкум, мне Джастин Сагул. Мачеля, это не тебя. Друзья, я не сошел с ума. Слава, не переживай. Я просто пытаюсь произнести все слова, которые я помню. Ведь мы с тобой в Баку, а это столица Азербайджана, город настолько волшебный и невероятный, что я не представляю, было бы мое детство счастливым, если бы я каждое лето не приезжал сюда. Выпуск про Баку получился очень теплым и даже личным. По городу путешественники передвигались на ретро-автомобиле «Волга». Я хочу тебе сказать, что для меня это не просто тачка, это просто настоящая машина времени. Потому что в своем детстве я, конечно же, если мне удавалось передвигаться на транспорте частном, то это были автомобили «Волга». Но такого цвета я не видел никогда. Но это фантастика. Тимур Родригес настолько хорошо знает Баку, что ярко выделяется из многочисленных блогеров, которые сухо и банально рассказывают только об известных достопримечательностях. В попутчике можно узнать о градостроительном развитии столицы Азербайджана через воспоминания героя. Сейчас это зимний парк, а под ним паркинг. А до этого вот прямо на этой улице стоял дом, в который приезжал каждое лето. Ты можешь себе представить? Да, и с течением времени многое изменилось. Видишь, решили расширить зону для отдыха, убрать старые дома. Но некоторые, которые были особенно ценными, передвинули. Вот там стоит дом позади нас. Его отсюда не очень хорошо видно. Это самый тяжелый дом в мире, который когда-либо двигали. Его подвинули практически на 11 метров. Ты можешь себе представить? И если бы дом моей бабушки был бы таким же ценным, возможно, его тоже куда-нибудь сдвинули и сохранили. В старом городе Тимур снова удивил своими энциклопедическими знаниями. О, смотри, Муслим Магомаев. Да. Кстати, эта улочка названа в честь его деда, которого тоже звали Муслим Магомаев, и он был известным композитором. Помимо филармонии, проспекта, вот еще есть маленькая улочка. А это не тот Муслим? А тот. А тот, да. Я понял. В тревел-шоу «Попутчик» подбираются нестандартные места, например, Блашиный рынок, где попутчика Тимура ждал квест по поиску конкретных старинных вещей. Мы с тобой здесь не просто так поглазеть, мы для того, чтобы отыскать три совершенно конкретных артефакта. У меня есть фотографии того, что нам нужно найти. Поэтому я прямо сейчас их тебе покажу. Вот такое блюдо. Вот такой подстаканик. Похоже на корону. Похоже. И вот такая, ну, будем считать, что это лампа. О других необычных бакинских приключениях Тимура Родригеса и его попутчикам мы расскажем в одной из наших следующих программ. Трафик в бакинском аэропорту достиг исторического уровня. Об этом пишет авторитетный портал о мировой авиации Aviation Source News. Международный аэропорт Гейдар-Алиев достиг нового рекордного уровня пассажиропотока в 2023 году, обслужив 5 миллионов 850 тысяч пассажиров, выполнив 49 тысяч 300 рейсов по 80 направлениям. По сравнению с 2022 годом пассажиропоток увеличился на 33%. На международные рейсы пришлось более 5 миллионов человек. Восстановились допандемийные показатели и транзитные потоки. Количество транзитных пассажиров в бакинском аэропорту увеличилось на 142%. По сравнению с 2022 годом обслужено более 162 тысяч пассажиров. На втором месте по пассажиропотоку в Азербайджане аэропорт Нахичеванской автономной республики. 744 тысячи пассажиров. Это объясняется тем, что из основной части Азербайджана в Нахичевань пока можно добраться только на самолете. Такие публикации об Азербайджане оказались в фокусе мировых СМИ на этой неделе. Пока.